Строительство церквей в России движется со скоростью света. Забайкальский край не исключение. Однако жители города Чита против такого церковного бума и активно выражают свое мнение о властям. Нас никто не спрашивал, я из Соснового Бора, ставит там храм или нет. И в феврале, когда только прошел слух, что будет храм, мы собирали подписи и почти полторы тысячи их собрали. Мы против. У нас есть те, кто хочет храм в Сосновом Бору, но большинство против. Почему никто не спросил? Узнать мнение и других жителей этого района решила наша съемочная группа. В вашем районе церковь хотят строить. Как вы к этому относитесь? Ну, против. А почему? Да лучше бы построили здесь дороги, детские сады отремонтировали. Было бы больше пользы. Я категорически против, потому что у меня ребенок учится в данной школе и просто будет много людей, и, наверное, какие-то колокола будут мешать учебному процессу. Да я думаю, слишком много уже. Лучше школу построить, детишек, сады. Я так читаю, по крайней мере. Несмотря на активные возражения, граждан власти все-таки встали на сторону РПЦ и отдали землю. Жители вместе с оппозиционерами написали открытое письмо главе администрации города Александру Сапожникову, на которую получили весьма странный и даже надменный ответ. Уважаемая Марина Львовна, имен отчеств остальных подписантов вашего открытого письма, к сожалению, не знаю, поэтому обращаюсь лично к вам. Забайкальский край объединяет представителей разных религий. У нас мирно проживают православные, католики, протестанты, буддисты, мусульмане и иудеи. Мы с вами должны хранить этот мир. Попыткам спровоцировать любые конфликты должна даваться правовая оценка. Публичные слушания прошли в строгом соответствии с законом. Их результат утвержден решением комиссии. Вопрос необоснованно политизирован. Но политики, которые сейчас выступают против изменения условно разрешенного использования земельных участков, должны уважать и мнение тех, кто выступает за традиционные ценности. Я считаю, что ответ был все-таки такой достаточно циничный, когда просто человек взял на себя право поучать нас. Во-первых, обратиться, что есть какая-то саватеева, ладно, я ее знаю, а остальных я не знаю даже, как к ним обращаться. Ну и вот так вот с позиции свысока, значит, поучить нас, что такое толерантность и как надо относиться к представителям разных религий. Мы уважаем всех, мы относимся толерантно, но мы хотим, чтобы и наши права тоже уважали. Кроме того, один участок находится в санитарной зоне Читинской бактериологической лаборатории. Туда привозят штаммы опасных бактерий, в том числе и коронавируса. По нормам, строительство зданий в этой зоне строжайше запрещено. Купол и крест на участок уже завезли в разрез всем санитарным нормам. Читинцы опасаются, что духовная организация вытеснит медучреждения с данной территории. Средства массовой информации края Арияна пытались выяснить, кто был в комиссии, которая принимала решение о строительстве церквей на улице Ангарской и в Сосновом Бару. Однако по фамильный список не предоставили, убавая на закон о персональных данных. Только о каких персональных данных речь, когда дело-то общественное? Наши съемочные группы также ответы на вопросы давать не поспешили. Даша, вы знаете, давайте, пошлите запросы официальные. У нас в Алексееве придет служба, они вам ответят архитектура. А может, с вами тогда встретимся так же, договоримся, чтобы вы-то лично нам дали интервью? Ну, давайте, только единственное, давайте на следующей неделе. У меня на этой неделе еще плотный график, там в понедельник, вторник, давайте. На бога надейся, а сам не плашай. Объяснять позицию в этом вопросе и тональность ответов чиновники будут сами. А тем временем в Сосновом Бару и на улице Ангарской уже началась подготовка к противоречивой стройке. Дарья Тугунова, Иван Дементьев, Николай Шунков, ЗАП-ТВ.